В эфире информационно-правовая программа «Де Факто». Мы рассказываем о событиях в мире криминала и о тех, кто борется с преступностью. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Главные темы выпуска. Прямо на поле при уборке кукурузы сгорел комбайн. Еще одному нетрезвому курильщику спасли жизнь. До шести лет лишения свободы за сопротивление сотрудникам ГАИ. В этом году в Гомельской области прикрыта деятельность 11 интернет-магазинов, торговавших спайсами. Сельхозпредприятие «Страдубка» Лоевского района в прошедшие выходные не досчиталось кормо-уборочного комбайна. Высокопроизводительный комплекс сгорел в поле при уборке кукурузы. Дождливое воскресенье 6 ноября выдалось на редкость горячим для КСУП «Страдубка» Лоевского района. В борьбе за урожай сельхозпредприятие потеряло своего железного коня. Прямо на ходу высокопроизводительный кормо-уборочный комплекс по лесу ФС-80 2014 года выпуска вспыхнул как факел. Кормо-уборочный высокопроизводительный комплекс был полностью охвачен огнем. Спасателям были все предприняты силы для тушения, но комбайн был полностью уничтожен. Причина пожара устанавливается. Одна из предполагаемых версий возникновения пожара – короткое замыкание электропроводки. Водитель комбайна едва успел выскочить из пылающей машины, оставив в кабине все документы. Буквально за считанные минуты на его глазах агрегат был уничтожен полностью. «Наиболее частыми причинами воспламенения кормо-уборочной техники служит разгерметизация топливной либо гидравлической систем с последующим воспламенением эксплуатационных жидкостей, либо попадание сгораемых материалов в виде соломы на высоконагретые поверхности выхлопного тракта». Это не первый случай возгорания кормо-уборочного комплекса этой модели, зарегистрированный в области. Специальная комиссия изучает все обстоятельства чрезвычайного происшествия. Спасатели, выполняя служебный долг, подарили второй шанс на жизнь очередному нетрезвому курильщику из Гомеля. Днем 6 ноября по телефону 101 от женщины поступило сообщение о том, что она видит дым из окна квартиры на последнем этаже многоэтажки по улице Владимирова, 57 в Гомеле. По прибытии к месту вызова спасатели подняли лестницу на девятый этаж и проникли внутрь горящей квартиры. «В ходе проведения разведки звеном газодымозащитной службы был обнаружен хозяин дома, пенсионер, который лежал на полу возле горящего дивана, был вынесен спасателями на свежий воздух и передан бригаде скорой медицинской помощи». Хозяин 1956 года рождения, проживает один. Соседями характеризуется посредственно, на учете не состоит. В результате пожара огнем повреждены диван, постельные принадлежности, закупчены стены. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. На улице Интернациональной в Гомеле во время выполнения строительных работ перевернулся автокран. Фотографию с места происшествия опубликовал в сообществе ВКонтакте Игорь Сериков. По информации очевидца, пострадавших не было. Ближе к вечеру автокран возвращали в исходное положение три других автокрана. В прошлом выпуске нашей программы мы рассказывали об участившихся случаях в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов, сопряженных с применением насилия при выполнении ими служебных обязанностей. Очередной факт не заставил себя долго ждать. Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 ноября в Гомельском районе. Около часа ночи экипаж госавтоинспекции, обеспечивая безопасность дорожного движения в пригороде Гомеля, остановил микроавтобус Volkswagen Caravella, который двигался по улице поселка Поляна. При визуальном наблюдении у 37-летнего водителя инспекторами были обнаружены признаки алкогольного опьянения. В салоне автомобиля находилась и его 31-летняя супруга. Водителю было предложено проследовать в служебный автомобиль для составления административного протокола. Автомобиль было решено доставить на штрафстоянку. При составлении протокола к автомобилю ДПС подошли двое. 60-летний отец задержанного, юбилей которого отмечали накануне, и 30-летний брат. Оба нетрезвые. Со стороны данных мужчин в адрес сотрудников госавтоинспекции высказывались угрозы. Угрозы высказывались не только в адрес самих сотрудников, но также в адрес членов их семей. Мужчины данные хватали сотрудников за форменное обмундирование. В адрес сотрудников высказывались угрозы. Также в адрес членов семей сотрудников высказывались угрозы жизни. Было принято решение применить газовый баллончик. Однако данное действие никак не повлияло на мужчин, и они еще с большей силой начали угрожать сотрудникам госавтоинспекции. Один из мужчин схватил кирпич. В это время было принято решение с сотрудниками о применении табельного оружия. Был сделан один предупредительный выстрел вверх, после чего мужчины успокоились и сдались сотрудникам госавтоинспекции. На место происшествия была вызвана следственная оперативная группа. В этот же день в отношении семейного подряда отца и двух сыновей было возбуждено уголовное дело по статье 364. Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органа внутренних дел Уголовного кодекса Республики Беларусь. Теперь мужчины могут лишиться свободы сроком до 6 лет. Более пристальным станет внимание ГАИ к водителям маршрутных такси и общественного транспорта. В Гомельской области начался комплекс профилактических мероприятий, направленных на предотвращение нарушений правил дорожного движения перевозчиками. Согласно анализу аварийности, за 10 месяцев этого года по вине маршрутчиков и водителей другого общественного транспорта на дорогах области совершено 5 ДТП. В результате 2 человека погибли и 5 получили травмы разной степени тяжести. Основными нарушениями со стороны водителей маршрутных такси в ГАИ называют превышение скоростного режима, нарушение требований дорожных знаков и разметки, проезд на красный сигнал светофора, перевозка пассажиров сверх разрешенной нормы. Все эти две недели сотрудники госавтоинспекции и транспортной инспекции будут пристально следить за выполнением водителями правил дорожного движения. При необходимости по отношению к нарушителям будут применяться соответствующие меры наказания. Это может быть как штраф, так и лишение водительских прав. Сотрудниками будет проведен как гласный, так и негласный контроль за нарушениями скоростных режимов со стороны водителей транспортных средств. Также сотрудниками будет применяться фото- и видеофиксация. Совместно с транспортной инспекцией либо одни проверяют маршрутные транспортные средства на количество находящихся там пассажиров. Состояние работы по противодействию незаконному обороту наркотических и психотропных веществ обсудили в прокуратуре Гомельской области. Специалисты отмечают стабилизацию ситуации в этой сфере. В значительной степени этому способствовала реализация мер декрета президента номер 6. Однако определенные вопросы все еще требуют более серьезного внимания. Декрет президента номер 6 о неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков был принят в конце 2014 года. Документом уменьшен возраст уголовной ответственности за преступления, связанные с распространением наркотиков. Сейчас это 14 лет. Усилена ответственность за схожие правонарушения. Сейчас дилерам и торговцам присуждают от 8 до 10 лет лишения свободы. Как результат, количество преступлений в этой сфере идет к снижению. К тому же в этом году правоохранителями перекрыты три канала поступления наркотических средств в Республику Беларусь из Российской Федерации. В текущем году ликвидировано 11 интернет-магазинов. В связи с этим сокращается, как я ранее говорил, количество синтетических наркотиков на территории Гомельской области. В связи с этим сокращается и количество несовершеннолетних, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков. Свой эффект дают и различные профилактические мероприятия. Открытые и выездные заседания судов по рассмотрению таких дел, в том числе в учебных заведениях. Несовершеннолетним наглядно демонстрируют, к чему может привести желание заработать легкие деньги. Введение в действие декрета президента номер 6 существенно ужесточилась практика назначения наказаний за незаконный оборот наркотических средств. В частности, прокуратура области было проведено обобщение практики назначения наказаний по данной категории дел. И как судебная статистика, сроки наказания за незаконный оборот наркотических средств, особенно за сбыт наркотических средств, существенно выросли. По итогам заседания принято несколько решений, в том числе и о проведении совместных рейдов в сельской местности с целью выявления мест хранения наркотиков в пустующих домах. Сегодня отмечается день чествования ветеранов органов внутренних дел Республики Беларусь. В этой связи в Гомеле прошел открытый турнир по волейболу. В 2007 году в соответствии с приказом Министерства внутренних дел Республики Беларусь был определен день чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД 10 ноября. Эта дата была выбрана не случайно. Для многих сотрудников белорусской милиции, служивших во времена СССР, этот день навсегда останется праздничным. Динамовцы уже не в первый раз организовывают турнир ветеранов, приуроченный к милицейскому дню. Его особенность в том, что свою команду против молодых и действующих сотрудников милиции и внутренних войск выставляют ветераны правоохранительных органов. И, скажем честно, не всегда горячей молодости удавалось взять верх над умудренной опытом зрелостью. Команда ветеранов не раз становилась победителем данного спортивного мероприятия. Турнир с каждым годом набирает популярность. Участие в нем принимает все большее количество команд. Если мы проводили раньше среди ветеранов команд Гомеля, подразделения органов внутренних дел, сейчас подключаются районы. И на перспективу, видимо, уже мы не уложимся в один день, а придется проводить где-то два вечера, два дня, чтобы вложиться в программу. Сегодня принимают шесть команд официально, и одна команда всегда товарищескую с нами встречу. Это руководство УВД Гомельского госполкома. Ветераны сегодня у нас опять находятся на передовой. Как на предприятиях, организациях. В среде нашего молодого пополнения, которые передают огромнейший опыт. И мы видим тот созданный фундамент ветеранов, это большой корабль, который он сегодня идет дальше, обеспечит все вопросы охраны общественного порядка, личной, имущественной и дорожной безопасности граждан. На этом все. Смотрите де-факто на телеканале «Беларусь-3» и на сайте телерадиокомпании «Гомель». Увидимся ровно через неделю. Берегите себя и тех, кто вам дорог. Редактор субтитров А.Семкин